Здравствуйте дорогие друзья, огородники и садоводы. Опытные огородники знают, что если вносим удобрения в землю осенью, то урожай томата в следующем году собираем в 2 раза больше. И это очень важно, потому что некоторые минеральные удобрения, а также органические, к началу посадочного сезона успеют разложиться и перейти в легко доступную для томатов форму. Томаты хорошо растут на солнечных грядках, на рыхлых и плодородных почвах. Если вы используете органику, то лучше всего для этих целей подойдет компост или перегной. Свежий навоз использовать под томаты не рекомендуется. Органику вносят так. Сначала рассыпают удобрения ровным слоем по поверхности грунта, где-то 4-5 ведер на 10 квадратных метров. Затем перекапывают грядку на пол штыка лопаты. Томаты предпочитают кислотность почвы от 5,5 до 6 единиц pH. Если кислотность грунта повышена, то осенью нужно обязательно раскислить почву, иначе обильного урожая томата в следующем году нам не видать. Для этого можно использовать известь или доломитовую муку. Их можно вносить под перекопку с органикой или суперфосфатом 100-120 грамм на 1 квадратный метр. Также можно внести залу 1 стакан на 1 квадратный метр. Если почва плотная и глинистая, то необходимо внести песок, а также обязательно посеять седираты. Например, можно посеять смесь овес с горчицей. И своими длинными корнями они удобрят почву и разрыхлят ее. Если вы не сеете седираты, то грядки можно покрыть опавшей листвой или хвоей. И к весне это будет отличным органическим удобрением. Из минеральных удобрений можно внести суперфосфат, который долго и плохо растворяется в воде и отлично подходит под осеннюю перекопку. Норма внесения 2 столовые ложки на 1 квадратный метр. Урожай помидор еще повысится, если вы будете сеять их или сажать там, где раньше росли огурцы, капуста или любые другие растения из семейства кристоцветных. В комментариях делитесь своим опытом и советами. Всем удачи и благополучия!